Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. В Сочи появятся экскурсии для православных. Власти светские и духовные обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества. В мэрии состоялась первая официальная встреча епископа Сочинского и Туапсинского с главой города. Внутренний, въездной и выездной проблемы и перспективы развития туризма озвучили на курорте сегодня. Обсудили эксперты со всей страны и возможность введения в Сочи системы «Все включено». Служба занятости защитникам Отечества. В Сочи сегодня прошла ярмарка вакансии. В краевой базе службы занятости для сильного пола порядка 50 тысяч рабочих мест. Кликбейт, роль тропов в фигурном катании и альтернатива электроэнергии в Сочи. Сегодня на курорте школьники со всего края защищали свои проекты в рамках регионального конкурса исследовательских работ. Сегодня в стране продолжают обсуждать главное политическое событие – послание президента Федеральному собранию. Церемония, я напомню, прошла накануне в Москве в гостином дворе. Там собрались депутаты Госдумы, Советы Федерации и главы всех регионов, в том числе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Президент затронул темы здравоохранения, образования и поддержки рождаемости. О ключевых тезисах послания из Москвы наш следующий материал. Речь президента – это всегда основная интрига послания. Темы, которые Владимир Путин озвучивает Федеральному собранию, до последнего момента остаются в секрете. Политологи и эксперты также пытались прогнозировать, о чем же скажет глава государства. Внимание к этому политическому событию года особенное, ведь в своем обращении Владимир Путин расставляет приоритеты на дальнейшее развитие страны. Ежегодное послание президента, уже 15-е по счету для Владимира Путина, снова прошло вне кремлевских стен в гостином дворе. Это объясняется не только тем, что Большой Георгиевский зал все еще закрыт на ремонт, но и большим количеством приглашенных гостей. Более тысячи человек – парламентарии из обеих палат Федерального собрания, члены правительства, общественники и главы регионов. В том числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В начале обращения глава государства заявляет, послание будет сосредоточено на внутренних вопросах развития страны, экономическом и социальном, и сразу же упоминает национальные проекты. Результаты их реализации должны быть видны в каждом субъекте федерации, обращается президент к главам регионов и муниципалитетов, ведь именно от работы каждого из них зависит благополучие жителей страны. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Задав тон разговора, Владимир Путин более подробно остановился на основных задачах. Ключевая из них – сбережение народа. Мощным нравственным каркасом для жителей нашей страны остается семья, продолжение рода и уважение к старшим поколениям. Сегодня нужно сделать все для укрепления семейных ценностей, ведь это наше будущее. Чтобы избежать сложный демографический период, в котором сейчас находится Россия, Владимир Путин предложил ряд инициатив. Например, увеличение выплаты на детей до двух прожиточных минимумов и снижение налоговой нагрузки для многодетных. Принцип должен быть очень простой. Больше детей – меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Новое поколение должно расти в достойных условиях, с комплексной инфраструктурой, когда рядом с домом расположены детские сады и школы. Кстати, застройщиков, которые передают социальные объекты государству или муниципалитетам, освободят от налогового бремени, НДС и налога на застройку. На качественно новый уровень должно выйти и образование. Президент ставит задачу. К концу 2021 года все российские школы должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, а сами образовательные учреждения перевести на современные условия обучения. Краснодарский край активно реализует проекты по поддержке талантливой молодежи. В ближайшие два года в крае появятся сразу две школы – в Краснодаре и в Сочи, куда будут принимать одаренных детей со всего края. В целом, послание президента для меня и для губернатора означает одно, что завтра нужно делать уже сегодня. И регионы должны искать инструменты, методы. Сегодня мы должны создавать и проекты, и программы, которые будут создавать условия, чтобы талантливая молодежь в регионах не потерялась, а нашлась и нашла свое будущее. Поэтому у нас в крае сегодня строятся две школы для талантливой и одаренной молодежи. Первая – это в Сочи под эгидой Сириуса, вторая – это в Краснодаре. Школа на 1100 мест, 600 человек – интернат, где детки после четвертого класса на базе экзамена будут туда поступать. И мы надеемся, что это есть вот те дарования, те алмазы, из которых завтра получат бриллианты, которые будут учить, которые будут лечить, которые будут создавать научно-технический прогресс, который, к сожалению, сегодня отчасти не покупаем, а завтра мы его будем сами создавать и продавать, может быть, всему миру. Большое место в послании занимает тема медицины. Работе этой системы судят по первичному звену – поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Зачастую пациентам нужно простоять в долгой очереди, чтобы попасть к нужному специалисту. А где-то и вовсе людям просто некуда обратиться. Президент подчеркнул, до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, без исключения, населенных пунктах России. Для справки хочу сказать, что за 19-е, уже за 19-е и 20-е годы должно быть построено и, надеюсь, будет построено и модернизировано еще 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов. На Кубани сегодня работает больше 250 офисов врачей общей практики. За последние 4 года их число возросло почти на 60%. Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, до конца 2021 года будет открыто еще около 50 ВОПов. У нас, конечно, количество жителей, которые живут в сельской местности, около 4 миллионов. Поверьте, это такой народ, который, как правило, не думает о своем здоровье, потому что у нас то пассивная, то уборка. И как-нибудь до себя руки не доходят. Поэтому, конечно, если они не идут к врачу, врач должен прийти к ним. Поэтому офисы врачей общей практики – это сегодня вот то необходимое звено в медицине, которое должно появиться на селе, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Мы сегодня сохраняем здоровье жителей регионов. И сегодня мы также в Успе-Краснадском проекте делаем медицинский кластер. Он достаточно серьезный. Там и антоцентр, и лебедационный центр, который очень нужен. И у человека президента, что нужно заниматься и лебедацией, и профилактикой. На послание не обошлось и без экономических задач. Глава государства дал поручение производить экологичные продукты для экспорта. Для этого в нашей стране есть все. И огромные природные возможности, и разработки российских ученых. Так называемый бренд зеленой продукции позволит не только выйти на внешний рынок, но и поставлять продукцию за рубеж. Власти Краснодарского края планируют в 2024 году увеличить объем экспорта сельхозпродукции почти до 4 миллиардов рублей за счет реализации стратегии развития региона. Если вчера мы говорили об импортозамещении сельхозпродукции, то сегодня мы говорим об ее экспортной ориентированности. И поверьте, это очень серьезный шаг вперед. Мы научились сегодня собирать большие урожаи, мы научились их хранить, мы научились их упаковывать, мы их научились продавать. И сегодня мы зашли на полки магазинов внутри страны. Я уверен, мы с этих полок, во-первых, уже никогда не сойдем к кубанской продукции, но однозначно выйдем на экспорт. Мы уже выходим, и кубанское вино сегодня продается и в Германии, и в Австрии, я уверен, будет в других странах мира. То, о чем президент говорит в посланиях к федеральному собранию, затем оформляется в виде поручений правительству, министерствам и ведомствам. От того, какие акценты оставил российский лидер в своем обращении, зависит будущее страны. Оно имеет ярко выраженный социальный характер. И оно, вот все те чаяния, которые есть у людей, я это могу судить по количеству обращений, которые поступают в законодательное собрание Краснодарского края, сегодня они были в полном объеме предметом рассмотрения. Создать условия для комфортной жизни россиян – вот главный посыл сегодняшнего выступления президентом. Владимир Путин также предложил вести ипотечные каникулы, чтобы люди, которые лишились дохода, могли воспользоваться отсрочкой по платежам. Также глава государства заявила о необходимости форсировать модернизацию инфраструктуры с применением передовых технологий. Особенно это важно для нас, для страны самой большой территории в мире, такой огромной территории. Это имеет огромное значение для укрепления всего каркаса государства, для раскрытия потенциала территории, для роста экономики Российской Федерации. В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст мощный импульс. Кстати, спасибо и мостостроителям, и железнодорожникам. Видели уже сделан обход вокруг Коснодара и подход к этой транспортной развязке. Модернизация автомобильных и железных дорог, морских портов, авиасообщения, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристической привлекательности. Юбилейное послание президента Федеральному собранию длилось 1 час 30 минут. Все задачи поручения главы государства, руководителей регионов и муниципалитетов взяли на вооружение. В заключении Путин сказал, успеха мы обязательно добьемся. И все присутствующие на послании понимали, высоких показателей, о которых сегодня так говорил президент, можно достичь только сообща вместе. Яна Бузычкина, Денис Перец, Кубань, 24, Москва. Накануне рабочий день губернатора Краснодарского края прошел в Москве. Вениамин Кондратьев вместе с главой Сбербанка Германом Грефом и руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой посетил в столице частную школу для одаренных детей. Гостям показали, как устроена система обучения. Она отличается от классической. Подход к каждому школьнику индивидуальный. Например, ученики могут самостоятельно выбрать факультативы, которые хотят посещать и даже лично составить расписание уроков. Сделано это для того, чтобы дети привыкли брать ответственность за принятые ими решения. Вы знаете, каждый, не то что метр, дециметр в этой школе. Кого вы хотите получить на выпуске? Это наружные вопросы. Вот это детей, которые могут принимать решения в условиях неопределенности. Вот это самое главное. Мы должны научить и приадаптировать этого самого ребенка для того, чтобы он мог существовать и принимать эффективные решения в условиях высокой неопределенности. Лучшие практики, как отметил Вениамин Кондратьев, будут перенимать и в Краснодаре. Там построят образовательное учреждение для талантливой молодежи, где в том числе учтут систему зонирования, созданную столичными коллегами. Для этого сегодня на экскурсии присутствовали и проектировщики Краснодарской школы. Но в отличие от частного заведения в Москве, на Кубани ребята учиться будут бесплатно. Поздравления с наступающим Днем защитника Отечества. Сегодня принимали ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Офицеры Вооруженных сил России и кадеты. Торжественный концерт прошел в зале Кубанского казачьего хора в Краснодаре. К тем, для кого слова мужества и чести дороже собственной жизни, обратился губернатор Внемин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Глава региона отметил, что российскую армию всегда отличали отвага, достоинство и непобедимая сила духа. День защитника Отечества с раннего детства для нас особый праздник, потому что он связывает воедино все поколения. Он связывает воедино и великое прошлое, настоящее, военное время, мирное время. В День защитника Отечества мы испытываем особую гордость за Советский Союз, за Россию, за нашу армию, за наш великий народ, который прошел тяжелейшие испытания, но всегда стоял за нашу Родину до конца. Вне Великой Отечества наши деды, прадеды, не задумываясь, шли на фронт, воевали в неравных условиях. Но у нас, у нашего народа, было самое главное и мощное оружие. Самая главная и мощная сила – это сила духа. Была в них, в нас, я уверен, и в тех, кто будет после нас, потому что слишком велика ответственность на нас, живущих и на них, за великую страну. Мы гордимся стойкостью воинов-интернационалистов, мужества наших воинов, которые прошли с честью через горячие точки и победили и терроризм международный, и экстремизм. Сегодня молодые защитники Отечества воспитываются на лучших боевых традициях. Согласно указу президента, орденом дружбы был награжден государственный деятель и генерал-лейтенант Константин Пуликовский. Также из рук губернатора и председателя ЗАГС собрания почетные грамоты и благодарности получили около 20 человек. Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, сегодня состоялось и в Сочи. На территории воинской части Росгвардии прошел смотр-конкурс «Строя песни» под девизом «Воинский долг, честь и судьба». Районный смотр-конкурс собрал около 250 человек. Это старшеклассники, юно-армейцы, ветераны, участники локальных войн, представители администрации города Сочи, военнослужащие. Смотр-конкурс – ежегодное мероприятие, которое проводится в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Активно офицеры, очень с большим энтузиазмом, не то что, а и с желанием откликнулись на совместное предоставление материальной базы. Своих офицеров полностью подключили к обучению, также ребят. Показали им образцы современной действующей военной техники, как происходит служба, быт солдата, рядового сегодня в наших действующих частях. В программе не только военно-остроевая подготовка, но и конкурс для девушек «Спаси солдата», перевязка так называемого раненого, разборка и сборка оружия, а также выполнение домашнего задания, демонстрация номера художественной самодеятельности. Победителей городского осмотра конкурса назовут 27 февраля. Самой яркой точкой, пожалуй, является основной урок мужества, который будет проходить в Зимнем театре. А перед этим мероприятием пройдет финал городского конкурса осмотра строя и песни. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 22 февраля в Сочи облачно, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем 7, 9 градусов выше нуля. Завтраки, обеды и ужины в кафе «Кось-Кось». Уютно как дома, вкусно как у бабушки. Лучшие блюда кубанской кухни. «Кось-Кось» напротив главпочтамта Воровского, 4. Чтобы были сытыми и здоровыми, в центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники. Кафе кубанской кухни «Кось-Кось». Воровского, 4. Вкусно, как дома. Восемь городов и более 4 тысяч участников региональный туристический форум добрался до Сочи. Проблемы и перспективы развития туризма уже обсудили в шести городах России, сегодня в южной столице страны. О целях и задачах регионального турфорума наш следующий сюжет. Проблемы и перспективы внутреннего, въездного и выездного туризма участники регионального турфорума уже поочередно обсуждали в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Казани и Санкт-Петербурге. Сегодня туристические агентства приехали в Сочи. Всего более 600 участников, в том числе зарубежные из Болгарии, Турции, Испании, Израиля и других стран, привлекательных для российского туриста. Для участников в рамках Конгресса, выставки, семинары и презентации. Свою провел и Сочи. Замглавы города Сергей Юрченко рассказал, что на Курожце в прошлом году отдохнули 6,5 миллионов человек. Планы на год нынешний принять как минимум не меньше. Привлечь в Сочи потенциальных туристов поможет и региональный турфорум. Нам предоставляется уникальная, конкурентная, международная площадка во многих городах страны. Конечно, важно хорошо подать себя и максимальное количество туристов привлечь в город Сочи на отдых. В рамках форума говорили и о стоимости путешествий. Кстати, в Сочи цены на бронирование сохранятся на уровне прошлого года. Сейчас уже началось бронирование на летний сезон. Мы видим, что цены сохраняются. Это очень важно. И, знаете, если нам удается сохранить как минимум то количество потенциальных туристов, которые прибудут в этом году, то мы, безусловно, имеем возможность не повышать цены. Ну а дорожают туры в большинстве своем за счет дорогих переездов и перелетов. Это три четверти от стоимости путевки, посчитали туроператоры. Они отмечают, что подорожание авиаперевозок в этом году отразится на выездном туризме. Но это благоприятно скажется на развитии внутреннего. Затронули на региональном форуме и возможности введения в Сочи системы «Все включено». Не будем забывать, что в Турцию ездят в основном все-таки на пляжный отдых. То есть люди в основном приезжают в отель и в редких исключениях они ездят по городу, покупают экскурсии и так далее. В России все-таки немножко другая концепция. То есть люди в отеле проводят намного меньше времени, чем в Турции. То есть не хотят что-то посмотреть, ездят на экскурсии и так далее. И привязывать себя ул-инклюзивом к одному месту все-таки не всем, конечно, это приемлемо. Вот опять же из разницы концепции возможно, что не приживется. Из южной столицы региональный турфорум переедет в столицу страны. В Москве и подведут его итоги. Ну а глава Сочи в марте отправится в очередной инфотур по российским городам с рекламой курорта. В списке Воронеж, Сургут и Нижневартовск. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В администрации города состоялась первая официальная встреча епископа сочинского и туапсинского Германа с главой города Анатолием Пахомовым. Власти светские и духовные обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества. В конце прошлого года на курорте была образована сочинская епархия. По назначению Святейшего Синода правящим архиереем епархией стал епископ сочинский и туапсинский Герман. На официальной встрече с главой города он обозначил ряд вопросов. В первую очередь это социальная поддержка малообеспеченных людей, тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Для них будут организованы специальные приюты. Появятся в Сочи в ближайшее время и новые экскурсионные маршруты, рассказывающие об истории становления христианства на Черноморском побережье. Их разрабатывают при участии православной церкви. Предлагается несколько маршрутов по историческим местам, в том числе и по местам, связанным именно с христианскими храмами, древними храмами византийского периода. Мы готовы тоже поучаствовать в этом проекте. В окрестностях Сочи насчитывается 11 раннесредневековых христианских храмов. Почти все они расположены на территории Сочинского национального парка. Сначала христианские базилики строили на побережье, затем в горной местности. Возникла полоса древней христианской колонизации. По данному маршруту и будет предложено пройти туристам. В конце встречи владыка Герман преподнес мэру Сочи икону под названием «Спарительница хлебов». Пусть вот все, что собирается у нас здесь, нашими человеческими трудами, вашими трудами, пусть Богородица благословляет и хранит, и умножает. Примите, пожалуйста, этот образ. Само слово «Спарительница» имеет два значения – наполняться и помогать. Глава города поблагодарил владыку Германа за встречу и пообещал оказывать содействие в реализации намеченных планов. Елена Авсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Служба о занятости защитникам Отечества. В Сочи сегодня прошла очередная ярмарка вакансий. Цель ярмарки – помощь в трудоустройстве гражданам, уволенным с военной службы и их семьям. Участникам ярмарки были доступны вакансии не только от работодателей, но и с краевой базы службы занятости – порядка 50 тысяч рабочих мест. Здесь же можно было получить консультацию по профобучению, вопросам трудового права и другим. Работодатели представили вакансии охранников, администраторов, менеджеров, специалистов IT, программисты, инструкторы по спорту, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электромонтеры. Также отмечу, что подобные ярмарки прошли во всех городах Краснодарского края. Добавлю, что с начала года в Центр занятости населения города обратились более 1100 человек, из них более 400 – трудоустроенные. На одного незанятого, зарегистрированного в Центре, сегодня приходится 2,5 вакансии. Тропой открытий Вернацкого в Сочи открылся региональный конкурс исследовательских работ учащихся школ, гимназий, центров доп. образования. Юные исследователи съехались на курорт со всех станиц и городов Краснодарского края и Ростовской области. Сегодня состоялась защита работ на стендовой экспозиции конкурса. Изучение явления кликбейт в журналистике и его влияние на международные отношения, экспрессивная роль тропово-стилистических фигур в мире современного фигурного катания, именование галактики «Млечный путь» в географическом аспекте. Все это темы проектов юных исследователей. Сочинец же Петр Першин презентовал экспертам конкурса «Альтернативные методы электроэнергетики» в городе Сочи. Это солнечная батарея, которая вырабатывает энергию из солнечного света, вообще из света, и может запустить разные лабораторные приборы, к примеру, лампочка. Также есть звуковой индикатор. Всего на 141 участника в этом году 160 исследовательских работ. Темы непростые, ребята разносторонние, достаточно эрудированные. Поэтому, как отмечают сами члены жюри, их задача не отставать от юных исследователей, вникать в каждую тему и понять каждого участника. Ведь проекты затрагивают самые разные научные области, так как в рамках троп открытий Вернацкого одновременно проходит несколько конкурсов. По многолетней традиции они проводятся в Центре творческого развития и гуманитарного образования Сочи. Один из конкурсов, второй раз, другой, четвертый раз, третий, двенадцатый раз. То есть это традиционная площадка для проведения таких вот научных конкурсов, для вот таких маленьких, прям маленьких исследователей. И даже есть дошкалята. Завтра будут подведены итоги, будут дети награждены. Я думаю, что основная масса из них – это будущий научный потенциал России. Цель конкурса имени Вернацкого, ученого-естествоиспытателя, это интеллектуальное и личностное развитие школьников. Ну а главная задача в том, чтобы всем его участникам захотелось и дальше работать в выбранной ими области, исследовать мир вокруг и делиться друг с другом своими результатами. Лауреаты регионального этапа войдут в состав команды Краснодарского края для участия во всероссийском этапе конкурсов исследовательских работ в Москве. Ну а местный конкурс будет расти и развиваться, а в следующем году Сочи ожидает юных исследователей со всех 44 районов Краснодарского края. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости Сочи-ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.